Так, ну что, ребят, сегодня обсудим такой проект, как Eternity Chain или Eternity, да, изначально он назывался ERN. Я думаю, многие знают данный проект. Пресейл у нас проводился на такой платформе, как Polkastarter, Pulse, да, соответственно, заработали здесь около 6,5 иксов. Также здесь у нас инвестиционные фонды Kinetic, Morningstar Ventures, также GBV Capital, Polygon Studios. Ну, я не знаю, связан ли он как-то с Матиком, напишите в комментах, показать больше. Ну, здесь у нас что еще? X21, BlackEdge, Spark, Woodstock, ну и остальные фонды. По поводу токеномики, то есть у нас, получается, резервы 15%, на Staking Farming и награды 12%, Private Sale, ну, на Pre-Sale, короче, 30,5%, публичная продажа 3-33%, ну, для плавающей ликвидности, не знаю, что это значит, но, в общем, я так понимаю, поддержание ликвидности 5%, команда и советчики проекта 20%, партнерство 8%, ну и, соответственно, экосистема, ну, расширение экосистемы 6%. Так, еще что я хотел показать, ребят, опять забыл, придется монтировать и дозаписывать, ну, в общем, короче, я хотел показать еще события, которые по Eternity Chain, почему я, в принципе, записал данный ролик. У нас будет Funable.io какого-то запуск, не знаю, что это такое, в общем, двигаются они по, ну, какой-то платформы запуск и, соответственно, они планируют различные листинги на централизированных обменниках, в том числе, не знаю, правда, на каких, пока непонятно, они не указывают. То есть, партнерство у них будет, мобильное приложение, в том числе, 30 сентября, NFT Trading Marketplace, то есть, можно будет трейдить разными NFT-хами, приватные аукционы и, соответственно, какое-то голосование будет проведено, P2E Gaming и Token AirDrop. Вот, поэтому какую-то игрушку они даже собираются разрабатывать, в том числе в декабре, смотрите, что они собираются еще запускать, и у них дорожная карта вообще очень жесткая, то есть, у них расписано событие, давайте глянем. 1, 2, 3, 4, 4 на 8, это получается у нас сколько, посчитайте за меня, 32, 33, 33 события, то есть, у них различные там запуски мобильного приложения, P2P, Trading, NFT, в общем, различные аватары там и так далее, то есть, можете сами почитать, метавселенные, секс-листинги, то есть, все это запланировано на осень-зиму 2021 года, но в основном все намечено на конец года, поэтому это тоже является немаловажным фактором, но риски все равно остаются высокие, имейте это в виду. Вот, по поводу ERN-а самого проекта, ну, здесь у нас на Месае никакой информации, я так понимаю, по поводу самого проекта на CoinMarketCap. Так вот, данный проект у нас имеет капитализацию 28 миллионов, ну, такой low-cap проект у нас, NFT, метавселенная, все по классике, да, для 2021 года, поэтому пишут, что вот я супер-апробычий настроен, мобильное приложение скоро выйдет, Bigstar NFT, LikeMessi, там, Мухаммед Али и солидная команда там и так далее. Вот, ограниченная эмиссия, кстати, в 30 миллионов, что является, безусловно, плюсом, 52% у нас монет в обороте. По поводу самого проекта, где он торгуется у нас, ну, больше всего давайте глянем по классике, наверное, на Binance, ну, в принципе, так оно и есть, на Okiex и остальных. ICO у нас проводилось в 2021 году, получается, еще в марте, 8 марта, в международный женский день, как это не символично, да. Ну, здесь по поводу новостей нихрена у нас, если глянем на Twitter, давайте глянем и на Telegram, что у нас по поводу комьюнити. Вот, Eternity Chain News у нас 18,5 пользователей тысяч, вот здесь практически 127,5. Основан он еще в 2020 году, имеется галочка, вот, я так понимаю, это Марлин Монро, хотя, могу ошибаться, напишите в комментах, вот. Поэтому, дальше здесь у нас Брюс Ли, Будь как вода, соответственно, вот такая вот у нас цитата, вот у них такие прикольные запуски, что вы думаете по поводу метавселенной и запуска машин, это, я так понимаю, машинка из Назад в будущее, да, соответственно, фильма, и различные цитаты они постят и так далее, вот у нас тут вместо Мона Лизы у нас Марлин Монро, вот, хотя я считаю это неуместным вообще, вот, по поводу различных NFT-шек, там карточек, то есть можете сами перейти на их сайт, сейчас я вам покажу это все, имеется у них Telegram также на 43 тысячи пользователей, и официально там у них имеется галочка также. По поводу самого сайта, что-то он тут подгружается, просит у меня ввести капчу, непонятно почему, вот, сделан он на базе сети эфира, я напоминаю, сейчас вот он подгрузился, вот, различные карточки, можно посмотреть, как получить ERN, вот, различные биржи, обменники, которые поддерживают Polygon Bridge, ну да, все-таки с MATIC-ом связан он, я так понимаю, как использовать сеть Polygon, там и так далее, но сделан в том числе на сети MATIC, как ее можно добавить, можно законнектиться, можно посмотреть, какие имеются маркетплейсы, связанные со спортом, там и так далее, вот, DeFi есть, пулы ликвидности, есть у нас фиксированный стейкинг, Satoshi Staking, не знаю, что такое Satoshi Staking, напишите, может, кто знает, ну, тут надо логиниться, я логиниться не буду, в общем, соответственно, по поводу сети ERC20, 28 тысяч у нас холдеров, давайте глянем, ну, киты у нас, давайте берем первые 5 адресов, сколько здесь у нас, получается 36, 36,9, это у нас 45, 45,8, это 53, 53,7, это 60, 60% монеты, ну, даже 62%, короче, около половины держат у нас киты, киты, учитывайте данный фактор, в том числе, по поводу самого сайта, я думаю, все понятно, то есть, кто захочет, посмотрит, есть различные коллекционки, видосики, все достаточно прикольно сделано, как подключить там MetaMask, как подключить другие там аккаунты, ну, давайте глянем, что у них также имеется в Твиттере, ой, в этом, в Фейсбуке и в Инстаграме, в Инстаграме 121 тысячи пользователей, кстати, имеется галочка в том числе, тоже немаловажно, вот, здесь в Фейсбуке у них получается 14 тысяч пользователей, вот, и в целом данный проект, я думаю, себя может показать, но, опять же таки, ребят, я считаю, он все равно высокоисковый, почему, потому что он находится за топ 500 коин-маркеткапа, маленькая капитализация, я понимаю, что лоу-кэп проекты и всего лишь объем 8 миллионов, ну, то есть, это вообще ни о чем, вот, я понимаю, что такие проекты могут стрелять, все дела, но, опять же таки, надо понимать, что, ребят, надо смотреть адекватно и, как бы, на пресейле люди уже в том числе заработали, но я не хороню этот проект, что вот, если на пресейле они заработали там 7 иксов, то все, соответственно, он тут за дно, нет, но, если посмотреть после листинга, здесь он давал 10 иксов, вот здесь был какой-то отскок, вот в 21-м году на те же там 3 икса, может ли он себя показать, но пока падает тут за дно, да, я его в том числе советовал и закупал, по-моему, даже вот здесь, вот, не помню, где-то в этих районах или вот здесь, короче, он упал с того момента, где-то на еще минус там 80%, ну, вы скажете, я в весиры накупал, ну, от пика мы провалились на минус 98 где-то процентов, отсюда где-то минус там 88, поэтому, стоит ли докупать, ну, аиски высоки, я считаю, то есть, с точки зрения фундаментала все замечательно, но, как видите, с точки зрения цены все очень, я бы сказал бы, говняно, поэтому, пока падает тут за дно, может ли выстрелить, ну, на следующем вычаем цикле посмотрим, все может быть, тем более ограниченная эмиссия у нас, 52% монет в обороте, могут ли еще вброситься монеты, конечно, могут, но, в целом, идея, задумка неплохая, ну, обычный NFT Marketplace, я не заметил там что-то такого прям примечательного, но за счет комьюнити и за счет, может быть, того, что они сотрудничают с какими-то известными личностями и так далее, за счет фондов он может себя показать. Сколько может дать иксов? Ну, начиная от 5 до 10 икс, заканчивая где-то 30-40 и может даже 50 иксов, если сходит на перехай. Достоин ли внимания? Достоин, но, опять же таки, я считаю, максимум в такие проекты надо инвестировать, ну, потолок 1% от депозита максимум, даже может быть полпроцента, вот такой вот нисходящий у нас канал, вроде как нащупали дно, но, если пробьем вот эту отметку в 1,2 доллара, улетим еще ниже, поэтому, ребят, инвестируйте свободную сумму в такие проекты, потому что куча таких проектов, там NFT Marketplace, метавселенных и так далее. Да, он выделяется и многие про него слышали и многие знают про него, но, учитывайте, что здесь какие-то мне не нравятся, что слабые объемы, всего лишь 8 миллионов долларов, то есть вообще торгов практически нет, здесь написано вот 10-12 миллионов, ну, опять же таки, написать можно все что угодно, плюс, ну, 60% монет держат киты, с одной стороны это хорошо, но, с другой стороны, нужно понимать, что они также могут и обрушить цену. Ну, и ICO у нас проводилось еще в 2021 году, учитывайте данный фактор, те, кто на преселе заработал, они могут даже сейчас скинуть, ну, вот поскольку они покупали, по 27 центов, а сейчас стоит он 2 доллара, то есть 10x даже с текущих отметок, вот. Хотя, да, 6-7x с текущих, а на пике, давайте глянем, покупали они по 30 центов, то есть здесь они заработали около 200x, 200x они забрали, поэтому, учитывайте данный фактор и не факт, что такой рост будет в дальнейшем, все может быть, но риски высоки, поэтому, в принципе, такие мысли по данному проекту, я в него не лезу, я его закупил один раз, усоединять, скорее всего, не буду, проект неплохой, но чисто побаловаться на свободную сумму, вот и все. Хотя фундаментал смотрится красиво, видите, фундаментал не зарешал, даже несмотря на то, что имеется мост с полигоном, различные стейкинги, там, листинги и так далее, но что-то пока он себя не проявляет, я понимаю, сейчас медвежка, и надо смотреть на обычаем цикле, а не на медвежьем, но даже на обычаем цикле он как-то себя не ахти проявлял, поэтому, ну, посмотрим, в общем, посмотрим, и такие дела, такие мысли, пишите, что вы думаете в комментах, и всем удачи, и всем пока.